С вами канал Учебник Вслух. Окружающий мир, 4 класс. Тема урока – образование, часть культуры общества. Как ты думаешь, можно ли представить современное общество без образованных людей? Конечно нет. Чем больше в стране образованных людей, тем лучше развиваются экономика, техника. В образованном культурном обществе – высокий уровень науки, школьного обучения, медицины. Образование – это часть культуры общества. Интересно и полезно узнать о том, как учили в разные исторические времена, как развивалось образование. О первых школах и книгах. Ученые предполагают, что до X века в Древней Руси школ не было, и дети учились дома. Конечно, никаких уроков не было. Просто малыши много общались со старшими членами семьи, принимали участие в труде, домашних делах, праздниках. Им рассказывали, почему нужно трудиться, как проявлять уважение к старшим, как заботиться о младших. Так дети учились, не зная грамоты и не имея книг. Чтобы научить ребенка какому-нибудь мастерству, полезному делу, его отдавали в ученики к мастеру. Помогая ему, ребенок обучался различным ремеслам – шить, обрабатывать кожу, столярничать, печь хлеб. Первые школы на Руси были открыты в X веке, и связано это событие с указом князя Владимира. Как повествует летопись, в 988 году Владимир I посылал собирать у лучших людей детей и отдавать их в обучение книжное. Учителями, как правило, были священники и монахи. Сначала группы учеников были совсем маленькие, по 4-6 человек, и в них учились только дети богатых бояр, дружинников князя. В первые школы принимали детей разного возраста и в любое время года. Все учились в одном помещении, а на уроке в основном заучивали содержание священных книг. 50 лет назад археологи обнаружили сосуд, на котором сохранилась надпись «Горчица». Эта надпись была сделана в X веке. Эта находка еще раз подтвердила тот факт, что ко времени выхода указа князя Владимира об открытии школ на Руси уже была письменность, и существовали грамотные люди. Об этом же рассказывают и берестяные грамоты. Вместо бумаги в те далекие времена использовали бересту. Конечно, ее особым способом подготавливали, прежде чем на ней писать. Удивительную берестяную грамоту нашли в Новгороде. Яков пишет письмо Максиму. «Пришли мне чтения доброго». Наверное, у Максима была хорошая домашняя библиотека, если Яков обращается к нему с такой просьбой. Первая печатная азбука Первым печатным школьным учебником стала азбука. Слово азбука произошло от названия первых букв старинного алфавита – «Аз» и «Буки». До той поры на Руси были рукописные азбуки и другие учебные книги. «Хочешь узнать, как выглядел первый русский учебник для обучения грамоте?» На первой странице располагались 45 букв алфавита. Тогда, в XVI веке, их было именно столько. На второй странице буквы были напечатаны в обратном порядке. А дальше алфавит повторялся третий раз, но буквы уже шли в разбивку. Автор азбуки считал, что так лучше запомнятся все буквы алфавита. Обучение начиналось с того, что ученик должен был заучить все буквы, а затем отдельные слоги. Например, буквы «Буки» и «Аз» складываются в слог «Ба». Добавь еще такой же слог, и получится слово «Баба». Представим Москву XVI века. Стояла ранняя весна 1564 года. В один из морозных мартовских дней в первой государственной русской типографии на печатном дворе печатник Иван Федоров вместе со своим помощником напечатал первую на Руси богослужебную книгу «Апостол», в которой рассказывается о деяниях и заветах апостолов. Среди книг, которые создал и напечатал Иван Федоров, была и уже известная тебе азбука. Давайте запомним. Появление на Руси типографий и печатание книг на русском языке помогло распространить грамотность по всей стране. Стали открываться школы, число их увеличивалось. Однако грамотных людей было еще немного. Выбери неверное утверждение. Поставь на паузу, чтобы выполнить задание. Проверь себя. Чему и как учились в России при Петре Первом. Петр Первый много сделал для просвещения народа, потому что хорошо понимал, что без образованных людей страна останется отсталой. Он издал указ об открытии начальных школ во всех губерниях, областях. В его царствовании было открыто 110 таких школ. Детей обучали чтению, письму, счету и закону Божьему. Конечно, возникало много трудностей. Классы были переполнены, не хватало учебников, слишком мало было образованных учителей. Часто учителями становились бывшие солдаты, дьячки, а то и простые крестьяне, научившиеся читать, считать и писать. В 1701 году в Москве открывается Школа математических и навигацких морских наук. В ней училось около 200 будущих моряков – инженеров, артиллеристов, архитекторов, преподавателей. В школу принимали мальчиков и юношей в возрасте от 11 до 23 лет. Обучение было долгим, длилось 10-15 лет. В начальных школах, училищах XVIII века изучались такие предметы – чтение, письмо, математика, история, география, физика, архитектура, закон Божий, рисование. Сравните предметы, которые изучает современный школьник, с предметами начальной школы, которая существовала почти 300 лет назад. Михаил Васильевич Ломоносов В глухой деревне Архангельской губернии, области, что у самого Белого моря, в семье крестьянина Помора рос сын Михаила – умный, любознательный, трудолюбивый мальчик. Как и все крестьянские дети, он с самого детства помогал родителям. Уже в 10 лет Михаила выходил с отцом, опытным рыбаком, в море ловить рыбу. Мальчик учился читать и писать. Сохранилось предание о том, что дьячок, обучавший Михаила грамоте, однажды упал перед ним на колени и признался, что больше ничему научить его не может. Знает больше, чем учитель. В 1730 году Михаила отправился в Москву учиться. Он хотел быть не просто грамотным человеком, а мечтал заниматься наукой, стать ученым. Более талантливого ученого в XVIII веке в России не было. Ломоносов проводил исследования в области астрономии, физики, механики. Почти все, что он создал, связано со словом «первый». Он руководил первой в России химической лабораторией и стал первым русским профессором химии. В книге «Российская грамматика» он первым описал особенности русского языка того времени. Первый в Москве университет сегодня носит его имя. Изучал Ломоносов и историю России. Александр Сергеевич Пушкин называл Ломоносова первым нашим университетом.